И здравствуй, YouTube! С вами Zizahash и вы смотрите 15 серию летсплея по побегу из психушки Surgery Asylum. Как вы видите, я здесь себе достраиваю Iron Tank. Я практически ничем не занимался в перерыве между эпизодами, решил сразу к делу, сразу в бой. Надо срочно сделать что-нибудь интересное. И у нас появился танк на 576 тысяч. Можно было его, конечно, сделать повыше, но я думаю, мне и такого хватит. Здесь у нас с вами будет вход, здесь у нас с вами будет выход, который, соответственно, пойдет в эту сторону, где у нас с вами будут стоять наши двигатели. Давайте сначала найдем способ передавать, собственно, необходимый, как сказать, биомассу. Нам для этого необходимо, как он называется, Ender Tank. Здесь, я надеюсь, что они уже есть. Ура, есть. Мне не придется делать эссеракт. Хе-хе-хе. Так, Блэйзроды мы с вами, кажется, можем себе позволить. Мне их нужно два, поэтому Блэйзродов мне нужно много. Где все мои Блэйзроды? Не говорите, что у меня их нет. У меня есть два Блэйзрода. И у меня заполненный инвентарь. Эхе-хе-хе-хе. Так, ладно, будем считать, что это теперь у нас Индастриал Крафт. Так, где же все мои Блэйзы? Мне казалось, что я их делал. Ну, ладно. Значит, не делал или вложил сюда. Да, вот они. Переведем все это дело в Блэйзроды. У нас получится девять. Нам нужно восемь. Сойдет. Так, два Колдрана. Это... Ладно, возьмем побольше себе железа. Ать. Ать. Два Колдрана. Что там нужно еще? Шерсть. Два обсидиана и две эндерперлы. Так, ну, наверное, давайте сделаем сначала две эндерперлы. В плане шерсти, я думаю, что у нас с вами тоже все имеется. Зачем я вас только срубил? Так, шерсть, шерсть, шерсть. Две нужно, да? Раз, два, три, четыре. Даже много, потому что здесь есть шесть. Вернем два сюда. И обсидиан. Четыре штуки. Сделайте мне, пожалуйста, два эндертанка. Отлично. Я даже не буду их красить. Хотя у нас с вами много краски. Давайте-ка сделаем себе кактус грин. Странно, что у меня его здесь нету. Ну, ладно. Раз, два, три. Так. Нет. Так. Да. Зачем мне, собственно, краски? Для того, чтобы сделать свои эндертанки зеленый, зеленый, зеленый. И один мы с вами поставим на вход. Соответственно, он будет брать отсюда биомассу. И нужно его покрасить в нужный цвет, конечно же. Ать, ать, ать. Факел, который здесь стоял, может постоять и вот здесь. Ничего страшного. А второй мы, соответственно, поставим с вами далеко. Мы его поставим около вот этой стороны. Вот сюда. И скажем, что ты отдаешь. Отлично. Ты умеешь это делать. И у нас здесь появилась биомасса. Как бы мне только теперь вот туда вот залезть и попробовать тебя настроить. Зеленый, зеленый, зеленый. Отлично. Собственно, больше нам ничего не требуется. У нас биомасса начала перетекать вот в этот Iron Tank. Хотя, на самом деле, я даже не знаю, зачем мне столько биомассы. Ну, пусть будет. У меня изначально была немножко другая идея. Потом я решил, что ладно. Сделаю я себе еще одно хранилище. Биомассы много не бывает. Если что, мы с вами сможем ее под что-нибудь использовать. Так, мне теперь нужны wooden transport pipe, которые вот эти. У меня есть даже пару штук. О, так у меня даже много чего есть. Так, и надо нам с вами сделать еще несколько биогазовых двигателей. Там было нужно куча бронзы, это я помню. Сделаем себе, наверное, их три. Соответственно, это шесть шестеренок. Шестереночки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, у меня не хватит паучек на это дело. Надо же. Теперь точно хватит. Правда, теперь мне не хватит кабла. Кабл, кабл, кабл. Девять. Ужас. И опять ночь. Да что ж такое? Как только я не хочу начать запись, почему-то обязательно темнеет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но ничего, мы с вами по-быстрому это сделаем и пропустим ночь. Шестеренки. Шестеренки. Уйди. Так, и бронза. Кстати, кабл мне теперь не нужен. Бронза, бронза, бронза. Осталась ли она у меня еще? Осталась. Нам нужно... Сколько? Трижды четыре двенадцать. Денадцать двенадцать. А, все, понадобится еще. Ать. Ать, ать, ать. Так, шестеренки-то мы с вами сделали. Теперь нам бы еще... Ммм... Получить себе поршни необходимые. Нам три штуки нужно. Ну, хотя ладно, я думаю, что вы увидели, как я делаю двигатели, поэтому сейчас я их сделаю, пропущу ночь и вернусь. Итак. Я, собственно, себе сделал двигатели. Даже уже начал производить лаву. Мне нужно в итоге три ведра лавы для того, чтобы запустить свои двигатели. Ну, я думаю, что небольшая проблема также. У нас здесь с вами уже накопилось приличное количество биомассы. Прям совсем даже, что-то уже немало. Давайте поставим наш Wooden Waterproof Pipe вот сюда. И дальше обычными Waterproof Pipe проведем питание до наших двигателей, которые будут стоять вот здесь. Я не думаю, что нам когда-нибудь с вами, на самом деле, понадобится более трех. Ну, если что, мы с вами в любом случае сможем это дело расширить. Так. Как я хочу сюда ввести питание? Наверное, они меня будут смотреть вверх. Как это странно не звучит. Но почему-то мне кажется, что так будет не самый плохой вариант. Хотя, если они будут смотреть вверх, как мне к ним подавать Redstone? Нет. Не хочу, чтобы они смотрели вверх. Но вопрос с Redstone все еще открыт. Как же его к ним подавать? Я тоже, на самом деле, настолько привык к двигателям из Storm Expansion, что теперь немножко непривычно пользоваться какими-либо еще. Наверное, тогда мы просто сделаем вот так. И они будут стоять у нас точно так же, как стоят двигатели на основной электростанции. То есть, смотреть вот туда. Мы, правда, так теряем возможность видеть, сколько у нас здесь биотоплива. Но я не думаю, что нам прямо каждую секунду понадобится такая информация. Так. Сюда можем поставить наши рычаги. И, допустим, вот в этот двигатель уже можем влить лаву. А лаву, как вы помните, они кушают только когда разогреваются. Поэтому это тоже небольшая проблема. Так. Золотые трубы. Которые у нас с энергией пойдут вот таким вот образом. И куда-нибудь, наверное, вот сюда. Вот так. И, соответственно, где-то вот здесь у нас с вами тогда будут стоять наши машины. Машин у нас с вами две. Это сквизер и это центрифуга. Этрифуга. Так. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Нам еще нужен карпентер, который будет сразу заполняться нашим жидким медом. Где у нас карпентер? Я не думаю, что он нам сейчас понадобится для чего-либо-то. Не было еще. Я его, кажется, вот сюда вот скинул. И я его сейчас не могу отсюда забрать. Ладно. Тогда давайте сначала перекинем всю лаву в те двигатели. У меня, на самом деле, там временно стоит мой Magma Crucible, который производит лаву. Для того, чтобы ее потом закинуть вот в эти двигатели. Я туда положил ровно три Незеррека, потому что мне нужно ровно три ведра лавы. И он там в итоге стоит так, что закрывает мне доступ к сундуку, который находится под ним. Я, если честно, не думал, что мне туда придется сейчас заходить, но вот пришлось. Так. И снимаем наш Magma Crucible. Кладем его, собственно, в этот сундук же. Magma Crucible. Вот он ты. Живи здесь. И, собственно, здесь все мои машины из Индастреала. Так. Аутаркик Гейт здесь даже есть. Какая прелесть. Ну ладно, пусть будет. Так, 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 так. Что я хотел здесь-то? Зачем я сюда залез? За карпентером. Так. И мне понадобится еще некоторое количество аутаркик Гейтов. Если что-то пошло. Тут что-нибудь есть еще? О-о-о. Много Гейтов. Так. Деревянные трубы. А вот деревянных труб нету. Которые для предметов. Давайте тоже себе либо возьмем, либо скрафтим. Потому что предметы сами по себе из машины в машину перепрыгивать, к сожалению, не будут. Как бы мы ни хотели. Кстати, нужно, наверное, взять еще и обычных транспортных труб тоже. Куда я их делал? Каблстоуновые. Есть 6 штук. И... Айрон. У меня же были транспортные трубы. А, они со мной. Отлично. Кстати, кто мне советовал использовать трубы из ABO, которые Insurgent Transport Pipe, она почему-то в этой версии не коннектится с обычными белокрафтовскими трубами. Я не знаю, должно ли это быть так. Я очень-очень-очень давно не играл с ABO, но... Не знаю, когда я ее скрафтил, я немножко разочаровался. Потому что она не захотела работать так, как было удобно мне. Так, вот таким, наверное, давайте, чтобы было бы симпатичнее. И вообще тогда сделаем вот так. Чтобы уж все было на одном уровне. И машинки. Кстати, вот сюда нам нужно поставить с вами Autarchic Gate. Который будет работать всегда. Redstone Sinal Off. Energy Pulsar. И вот в этот двигатель нужно залить лаву. Все, наши двигатели начнут работать, как только мы им подадим Redstone Sinal. Так, здесь сначала у нас идет... Отсюда поступает Sota. Sota мы с вами засовываем в центрифугу. Сначала идет центрифуга. Как бы ее так поставить-то? Центрифуга. Центрифуга переработала Sota. Кстати, как мне к ней еще подвести потом Item Pipe-то? Ох-ох-ох-ох-ох. Как бы я себя не загнал в очень узкие рамки. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Так, ладно. Попробуем-таки. Хотя, как я вот в нее буду все это засовывать? Давайте попробуем сразу провести сюда трубу. И мы увидим. Сможем ли мы себе позволить... Нет, не сможем. Уже вижу, что не сможем, потому что вот здесь у нас должна выходить труба, которая будет из центрифуги перетаскивать предмет дальше. Значит, нам нужно с вами здесь немножко делать по-другому. Давайте вот это вот, наверное, тогда уберем отсюда конструкцию замечательную. А может мне, кстати, ее просто перевернуть? То есть, сделать вот таким вот образом. Дурацкий забор. Ну, кстати, забор я могу срубать. Правда, не очень хочет. Ну, давай, срубайся. Не нужно, чтобы ты исчез. Ура! Теперь у меня здесь есть проход. Так, проход-то у меня есть. Но давайте попробуем. То есть, центрифуга. Это карпентер. Центрифуга становится вот сюда. У нее есть питание. И, соответственно, в нее у нас приходят наши с вами соты. Делают они это вот таким макаром. Вот отсюда. Эх, надо было взять железную трубу. Вот так тогда пока соединять с вами не будем. И приходят они вот так. Превосходно. Из нашей центрифуги идет деревянная труба транспортная. Которая, соответственно, получившийся продукт перетаскивает в сквизер. Который, соответственно, все это дело выжимает. И мне нужна была другая труба. И перетаскивает в карпентер. И к нему тоже нужно питание. Так, давайте-ка возьмем себе трубу waterproof, которая. И заодно надо взять железную. Хотя, нет, мне нужна не железная. Мне нужна алмазная. Алмазная у меня есть. Потому что я хочу, чтобы строго определенные предметы попадали у нас в центрифугу. То есть вот здесь я ставлю вместо такой трубы алмазную. Вот сюда. И, соответственно, вот в эту сторону у нас пошла опять stone transport pipe. Итак, в эту сторону у нас будут с вами проходить исключительно соты, которых у меня нет. В принципе, можно было бы, конечно, и из этих делать. Но здесь в чем проблема? Я же буду из них получать еще и прополис. К тому же шанс honey drop всего на всего 40%. Так, как бы тогда нам пока закрыть с вами зеленый путь? Я скажу, что по зеленому пути у нас идут саплинги. То есть ничего. Все остальное пусть пока все еще падает сюда. Так, и тогда вот здесь у нас небольшая тоже загвоздочка получается. Я забыл то, что у нас помимо наших капелек здесь будет приходить еще один предмет, который нам нужно каким-то образом с вами сунуть назад в сундук. А вот это как раз идея у меня есть, как я могу это сделать. Единственное, что нам придется немножко передвинуть нашу систему. Я вот сюда поставлю нашу алмазную трубу. А вот сюда поставлю наш сквизер. И скажу то, что по красному пути будут идти только капельки меда. Который у меня, кстати, возможно, есть в биолайзере. Нет. И здесь, естественно, им тоже неоткуда взяться. Ладно, значит, все это возьмем из другого места. А наверх, по нашей с вами stone transport pipe. Так. Как же мне тебя присоединить вот сюда? И мне нужно, чтобы ты прошла дальше. А я вернусь. И YouTube я там наманьячил. Причем очень-очень капитально. Сейчас вы увидите, собственно, что я имею в виду. Мне нужна, правда, еще штука по названию sandstone transport pipe. Если вдруг кто забыл, в билдкрафте это труба, которая соединяется только со всеми остальными трубами. И не соединяется с машинами. Вот что я здесь, собственно, делал. Сейчас объясню. Не переживайте. Сюда мы поставим трубу. Здесь она мне была нужна для того, чтобы она не присоединилась к нашему карпентеру. Который в итоге будет заполнен, как я уже говорил, жидким медом. Который у нас получится из сквизера. Путем добавления хани-дропа. По красному пути в сквизер. Все то, что не хани-дроп, пойдет по белому пути. Здесь все это дело столкнется вот с этим перекрестком. Здесь мы скажем, что по красному пути не идет ничего решительно. По синему пути у нас идут наши вот эти вот хани-комбы. По желтому все остальное. Вот здесь нам надо сказать, что по черному пути... А, здесь и так все остальное идет. Нам надо сказать, что по красному пути ничего не идет. Его заблокировать. Соответственно, предметы, которые выйдут отсюда, они пойдут по умолчанию вниз. Но, если они хани-комбы, они пойдут по зеленому пути. Убираем отсюда сапплинг, кладем сюда хани-комб. Дальше. Здесь, если предметы хани-комбы, они пойдут по синему пути и упадут аккурат в центрифугу. То, что нам нужно. Из центрифуги появится у нас с вами наш хани-дроп и безвакс. Хани-дроп приземлится в итоге в сквизер. Безвакс пойдет по белому пути. Потому что, собственно, он может это сделать. Соответственно, здесь он с этой стороны войдет в перекресток. И поймет то, что он не хани-комб. Поэтому ему нельзя идти по синему пути. Он не может идти по красному пути, во-первых, потому что красный путь заблокирован. И он не дерево. А, во-вторых, потому что он из него пришел. У него останется один путь, желтый. Соответственно, он пойдет вот сюда, вот сюда, вот сюда. По красному пути он пойти не сможет. По зеленому он пойти не сможет, потому что он не хани-комб. И потому что он из него пришел. Соответственно, пойдет по черному. И в итоге упадет сюда. Ух! Теперь вся эта фигня заработает. И из карпентера уже ничего никуда не будет идти. Здесь у нас с вами будет исключительно ручное производство. Ну а теперь осталось дождаться. Я, собственно, сюда снова поместил своих forest пчелок, потому что понял, что Dirigent нам с вами honeycomb не сделают. Вот эти вот пчелки. А, собственно, stringi-comp у нас с вами дают honeydrop лишь только в 40% случаев. Вот эти штуки дают honeydrop в 90% случаев. Поэтому нам это более выгодно. Вот. А теперь я немножко посмотрю за этой системой и вернусь. И YouTube, собственно, зачем ждать? Давайте пока займемся этой системой, потому что у меня сейчас в такой конфигурации мой ферментер очень быстро начал кушать, собственно, биомассу. И учитывая то, что она вся сейчас у нас уходит туда, я выключил себе этот тенк, потому что там столько, конечно же, не нужно. Это я все-таки сильно погорячился. Поэтому мне приходится руками подкармливать наш ферментер. Как вы видите, он очень шустро справляется с предложенной ему едой. Поэтому давайте все-таки сделаем здесь нормальную систему. Так. Нам нужно, чтобы по этой трубе все всегда шло туда. Если это саплинг, он идет по черному пути. Черный путь – это у нас вниз. Если он все остальное, или если нет места в нашем ферментере, это дело поворачивает налево и идет вот сюда. Вот сюда. Здесь наша железная труба указывает нам вниз. Превосходно. Все идет вот сюда. Теперь мы здесь ставим еще одну алмазную трубу. Нам это в любом случае придется здесь делать. И говорим, что опять же, если ты саплинг, ты идешь по черному пути. Если ты все остальное, ты идешь по какому-то, по красному. Соответственно, вот здесь у нас будет в итоге дерево. Здесь у нас будут саплинги. Как только у нас сюда предмет попасть не может. Кстати, нужно сказать, что по черному у нас идет только дерево. Не по черному, а по красному. Как только у нас сюда саплинг попасть не сможет, он будет уходить вот сюда. И, наверное, вот сюда. Здесь у нас будет стоять еще один наш void chest. Хотя void chest мы уже делали. Давайте себе сделаем, пожалуй, void pipe. Void transport pipe. Она делается немножко проще. Мне нужно единственное, что еще три краски. Для того, чтобы получить черный краситель из спрута. Отлично. Мне еще нужно стекло. И redstone. И у меня опять нет места. Где все мои эти самые лежат, интересно. Рычаги. Так. И void pipe. Ой, я их даже более того восемь получаю. Фу. Я тогда могу не париться. С красотой. Я их могу просто поставить как заглушки. То есть не надо вот здесь вот эти трубы. Вот здесь мы ставим, кстати, еще одну алмазную трубу. Да, я знаю, что я использую очень много алмазных труб. Но, с другой стороны, что мне их солить, что ли? Так. Если ты дерево, ты идешь вниз. Если вы, либо ты, либо ты, деревом не являетесь, то вы должны быть уничтожены. По желтому пути идет все, что угодно. Соответственно, сначала у нас, если саплинку пойдет вниз в сундук, если дерево пойдет по красному пути, если дерево пойдет вниз в сундук, если дерево уже превышает сундук, оно пойдет в void. В принципе, да. Как-то так я и планировал. Единственное, что, если честно, был уверен, что это будет немножко симпатичнее выглядеть. Может быть, мне имеет смысл в сундуке передвинуть на одну клетку вперед? Тогда вот эту конструкцию придется еще расширять. Или здесь поставить еще одну трубу. А давайте попробуем, на самом деле, это сделать. Пока мы здесь не сильно насвинячили в сундуках, пока мы здесь не сильно наманячили с конфигурацией, лучше это сделать сейчас, чем когда я, наконец, решу, что, ой, нет, мне не нравится, давайте сделаем по-другому. Это будет заметно больнее. Так, значит, соответственно, вот здесь первая будет труба, вот здесь вторая будет труба. Нет, кстати, вход к ним должен идти тогда сверху, иначе в этом смысла нет вообще никакого. Вот отсюда. Вот так он должен подходить. Вот здесь будут стоять наши две войдет трубы. Вот здесь будут стоять наши сундуки. Ать? Нет, далеко. Вот здесь. Так, первый сундук саплинги. Это черный путь. Саплинги. Красный путь. Дерево. Черный путь. Дерево. Красного пути нету. А зеленый путь это все, что душе угодно, которое будет у нас уничтожаться. Так, похоже на правду. Давайте дадим покушать нашему ферментеру. И попробуем, наверное, запустить ферму. Но прежде чем это сделать, мне нужно избавиться вот от этих двух алмазных труб и заменить их на каблстоуновые. У меня с собой есть только стоун, конечно же. Так, и покушать, обязательно покушать. Когда что-то делаешь, очень быстро уходит еда. Когда я просто носился здесь и следил за пчелками, еда почти никуда не уходила. Ну, собственно, все логично. Так, вот пайпы мне больше не нужны. Алмазные мне больше не нужны. Мне практически ничего уже здесь не нужно. Но, как всегда, нету места. Надо, наверное, себе все-таки построить МИ. Думаю, что я дозрел. К тому же, я думаю, что у меня хватит на все это дело ресурсов. Так, вот здесь у нас с вами просто трубы. Ать и ать. И, естественно, сундуков здесь не будет. О, Господи, куда же мне здесь все это несчастное дерево? А, ладно, я его тогда сейчас перенесу вот в этот сундук и вернусь. А, Ютуб, как вы думаете, насколько я ленивый? Я очень ленивый. У меня с собой есть wooden transport pipe. Угадайте, что это означает. Я сделаю вот так. И поставлю сюда у тарки гейт, которых у меня теперь, благо, тоже вполне себе в достатке. Redstone sign of energy pulsar. Давай, перетаскивай все саплинги. Во-первых, таким образом мы будем с вами кормить ферментер. Хотя, я вот думаю, не поставить ли там еще сверху воронку. Но, боюсь, что это может немножко испортить мне планы. Нет, наверное, пока пусть будет так. Потому что это сейчас у нас с вами просто немереное количество ростков. Конечно, когда будет работать ферма, ростков будет меньше. А наш ферментер с вами вполне себе сейчас хорошо кушает. Так что, думаю, что все у нас с вами будет хорошо. Так, главное, чтобы здесь ничего никуда не уходило. Собственно, до сюда жидкость... Что-то мне, кстати, не нравится, как она себя ведет. Давайте-ка я его отсюда уберу. Есть у меня нехорошее ощущение одно. То, что жидкость просто исчезает. Потому что ее явно производится больше. Почему она здесь не засиживается в трубах, это немножко непонятно. Так, ростки пошли. Отлично. Я сейчас таким способом себе перенесу сундуки и вернусь. Итак. У нас с вами, собственно, освободились сундуки. Все это дело успешно попадает в ферментер. Часть попадает сюда. Ну, большая часть. А на самом деле, я не знаю, зачем мне здесь саплинги. Ну уж, пусть будут. Так, есть у нас с вами биомасса. Есть у нас с вами лишние сундуки теперь появились. И, в принципе, что бы еще хорошо было бы сделать, это автоматизировать подачу малча. Но вот здесь есть проблемка. К сожалению, малча не может поступать сверху. Может поступать только сбоку или, наверное, снизу. Снизу точно. Насчет сбоку не уверен, но, возможно, умеет. Потому что, если сверху я проверял, то почему-то сбоку я забыл проверить. Но, если честно, мне неохота здесь стернуть вот эту вот длинную трассу. Да, наверное, нет. Наверное, буду я его сюда подавать руками. Ничего страшного. Думаю, с нами не случится. Так. Более того, я перенес, собственно, уже готовые мои пчелиные продукты в их новый дом. Собственно, в сундучок, который у нас стоит в территории пчел. Мне, кстати, так нравится вот эта вот надпись, да? High Security Prisoners. Это заключенные под особой охраной высокой, так сказать, опасности. Особо опасные преступники. И здесь у нас пчелки. Вот прелесть. Вот. Я думаю, что сейчас многие задаются вопросом, почему я хочу перерабатывать ханикомбы, а не хочу их хоронить. Потому что дело в том, что помимо ханикомбов, нам нужны как раз те самые parched комбы, которых у нас с вами нет. Потому что именно для того, чтобы нам сделать их, нам нужны, как они называются, modest пчелки. А modest пчелки у нас не могут работать в наших биомах. Поэтому сначала мне нужно сделать себе достаточное количество мёда, которого у меня пока нету в АПЧ. Кстати, почему бы, наверное... О! Отлично! Сюда пришел первый ханикомб. Они, кстати, здесь, по идее, должны стакаться, поэтому ничего страшного. Давайте включим первый двигатель. Я не думаю, что мне нужно сейчас большое количество энергии. Я, собственно, так что-то подумал, что если у нас с вами безуакс 64, 7 не берем в расчет, мы с вами можем себе получить парочку... Как их называют? Ням-ням-ням-ням-ням. Прувен фрейм. Парочку рамок, которые я могу вставить вот в этот улей, для того, чтобы наши форест-пчелки работали побыстрее. Но, тем не менее, давайте посмотрим... Ага! Ничего у нас с вами не произойдет, потому что я забыл гейты. Redstone Sinal of Energy Pulsar. Вот идут наши продукты. Наша капелька мёда, по идее, должна попасть была вот сюда. Так и есть. Сквизер начал работу. И сделал совсем чуть-чуть мёда. Второй Autarctic Gate. Который должен этот мёд перекачать нам в итоге в Carpenter. Так и есть. И наш BizWax должен беспрепятственно попасть теперь вот сюда. Я уберу отсюда существующий, для того, чтобы это дело посмотреть. Давай-давай-давай. Можно было, конечно, все эти трубы заменить на золотые, но зачем? Как вы видите, у нас продукция здесь просто супер-быстрая, поэтому, конечно же, нам необходимы здесь золотые трубы. Я думаю, что это лишний. На самом деле, у нас вот уже энергию девать некуда. Зря я сюда поставил столько двигателей, и уж более того, совершенно зря я сюда поставил Iron Tank. Хотя, как только мы с вами поставим здесь LVR, ситуация может измениться. Потому что на то, чтобы, допустим, обрабатывать один фен, нам нужно, кажется, 8 Minecraft Joerys Zotik. А у нас, не исключаю, что их придётся ставить 2. Так, ладно, это у нас системка. Это вполне себе, будем считать, что работает. Единственное, что надо будет не забывать, включать и выключать двигатели. Кстати, в плане двигателей. Я что-то так подумал. Если уж у нас сейчас вырабатывается излишек энергии, почему бы нам всё-таки её не захоронять куда-нибудь? У нас же с вами теперь появилась возможность получать LED или свинец. И, кажется, это было где-то вот в той стороне. По-моему, на него нужен был изумруд или золото. Голд. Золото. Но это ладно. Мы с вами сейчас давайте посмотрим на круглый фрейм. Я, собственно, к чему это говорю? Может быть, нам с вами поставить себе всё-таки Induction Smelter и сделать ячейку Redstone'овскую. Да почему я всё время... А, нет. Теперь я пошёл в правильном направлении. Вот. Мы с вами получаем одну рамку за 32 без вакс. У нас есть две рамки. Можем их отдать нашим самым примитивным пчёлкам. И, кстати, остались у меня ещё одни пчёлы, которых я автоматизирую вручную. Ну, собственно, и ладно. Нам не в таком количестве нужно этих сот, чтобы здесь что-то автоматизировать. Нам их нужно всего-навсего 64. Я уже намного больше времени убил, пока ручками собирал остальных пчёл. И, кстати, я ещё хотел посмотреть, как там у нас дела с плентером, потому что этот бак здесь продолжает всплывать. Мне периодически приходилось ручками загружать плентер, потому что он забывает о том, что у него должны быть полные карманы, что называется, и почему-то на пустые места в него семена не попадают. А не семена, а саженцы. Соответственно, все они уходят сразу в обработку. Так, раз фрейм, два фрейм. Теперь, по идее, мы с вами должны получать больше этих самых Honeycomb. Так, давайте я посплю, и мы с вами займёмся производством ячейки. И проблемка. Для того, чтобы нам сделать Induction Smelter, нам требуется Envar. Для того, чтобы сделать Envar, нам, вы не поверите, нужен Induction Smelter. Ну, либо Aloe Smelter из Industrial Craft, у которого есть рецепт Никель плюс Железо. То, что, в принципе, меня устраивает. Поэтому, собственно, я делаю себе Aloe Smelter. Правда, нам для него нужны... Так, Envar. Ещё большая проблема. Как я могу получить Pulverized Farrows или Pulverized Никель? Тьфу, а на какой чёрт я всё это делаю? Ай! Ладно, тогда всё немножко проще. Сколько мне нужно Envara? Сделаю я себе его 16. Так, там был нужен Никель. Чё ещё это было нужно? Envar. Кажется, вот этот рецепт. Нам нужен Envar Blend. Нет. Envar Tast. Iron. Iron Farrows. То есть, железо нам нужно в два раза больше. 16, значит, 32. Пойдёмте всё это дело запихаем в наш Pulverizer. Я на самом деле хотел было похвастаться за то, что я нашёл такой хороший способ, не очень дорогой. Так, кстати, нужно отключить выход вниз, а то всё это нафиг зажается. Чтобы получать Envar. И даже я себе восстановил Industrial Crafts новый сетап. Я сюда себе поставил Magma Crucible, в него положил Незерак, поставил свои геотермалки. Кстати, вот это почему-то не хочет работать совсем. Ну, ладно. Вот туда вот перекинул проводок и, собственно, поставил сюда своё MFE и плейтбендинг и компрессор. Больше мне, в принципе, пока из машин ничего не нужно. Они мне там себе спокойненько лежат в сундуке и никому не мешают. Но теперь, по крайней мере, если у меня разрядится что-то из моего Nano-костюма, кстати, нужно себе ещё сделать ботинки из него, чтобы уж совсем быть полностью в Nano, то я смогу этим воспользоваться. Так, пока мы ждём переработки. Давайте, что ли, сделаем себе как раз эти самые ботинки. Я думаю, там не очень трудозатратный будет рецепт, учитывая то, что у меня уже готов самый нудный компонент из него, который осталось только закомпрессить. Кстати, нужно, наверное, взять оверклокеры. Я про них совсем забыл. Я же их сделал специально. Оверклокеры. Вот, в плане нашего ресайклера, нашего переработчика отходов. Точнее, всё, что бы то ни было в отходы. Возможно, я его и поставлю. Возможно, нет, пока не знаю. Если честно, мне не очень везло в последнее время с дропами из скраб-боксов. Единственное, что я нашёл интересное. Я это даже не сюда положил, наверное, в основной сундучок с индустриократом. Это некая штуковина. Я их себе сделал с радости приличное количество. Называется Elite Circuit Board. На самом деле, меня привлекло слово Elite и то, что он делается в ассембленной машине из-за платины. А платины, как вы помните, у меня доступ единственное через трейдомат. И, по-моему, там не очень дешёвый был рецептик. Так что, почему бы нет? Пусть будет. Вот. А так у меня, собственно, выпадает всякая фигня типа серы. Я как-то не очень люблю серу. Так, ботинки. Надо ботинки. Понятно. И один энергетический кристалл. Я думаю, мы с вами не пожалеем ещё четырёх золота на это дело, чтобы получить ещё один алмазишка. Раз, три, четыре. И алмазик. И редстолл мне нужен в количестве восьми. Обожаю науторитвикс. Чё бы я без них делал? Так, и теперь вот такой вот рецептик и ботинки. Отлично. Всё, теперь я могу выбросить свои старые изношенные ботинки и сделаю это прямо-таки даже в сундуке, который тут у пчёлок стоит. Вот прямо сюда. Вот. Вот вам пока ботинки. Так, собственно, что тут у меня с сотами? Есть две штучки. Немножко дадим энергии. В принципе, если чё я знаю, где найти лаву. Кстати, я так подумал, она всё равно вырабатывается. Почему бы нам с вами не иметь что-нибудь про запас? Давайте-ка мы возьмём наш тенк из Билдкрафта. Там 16 вёдер. Пусть у меня всегда будет 16 вёдер лавы. Вдруг она мне пригодится. Я её поставлю, давайте, наверное, слева. То бишь, вот сюда. А, нет, так он будет наполняться сам по себе. Да, хотя и пусть себе наполняется. Чё такого? Так, а ботинки надо поставить заряжаться. Заряжайтесь. Заберём отсюда наши карбоновые пластины. Так, с этим готово. Я думаю, что у меня уже перемололось моя, да, мой никель и моё железо. Мы с вами сможем сейчас себе получить немножко инвара. Ну, собственно, если у меня уже будет инвар, то мне этот алой смелтер из Грегтека не сильно понадобится. Так, не такой рецепт, вот такой рецепт. О, я ещё и по 3 получаю. 48 штук. Превосходно. Я не пожалею даже обычного чаркола на это дело. Так, как у нас ещё раз делается тогда индукшн смелтер? Так, два инваровых слитка. Ведро машинфрейм. Давайте пока начнём, что ли, делать остальное. Мне нужно стекло, 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 стекло. И мне нужно избавиться от труб. Не от трупов, а от труп. Прошу не путать ни в чём. Незаконно меня не увлечать. Не то. 4 стекла было нужно. Почему я взял одно? Ладно, можете увлечать в чём-нибудь незаконном. Я ошибся со стеклом. Так, дальше мне нужен, надеюсь, не электру. Нет, золото. Одно золото, два редстоуна. Давненько мы с вами не занимались крафтом терминал спеншина. И нам нужно два инвара, копер и ведро. Ведро есть, два копера. Найдём, и инвар, наверное, здесь уже приготовился. Сейчас выяснится, что мне его было нужно всего два. Это будет не очень весело. Ну, хотя, ладно, пусть лежит, вдруг ещё для чего-нибудь понадобится. Так, кондушен смелтер. Куда бы нам с вами его впихнуть в нашу новую, пока ещё красивую систему из труб. Очень скоро таковой быть перестанет, потому что я его впихнул вот сюда. Так, у него нет никакой конфигурации, всё исключительно ручками. Так, зачем мне это было нужно? Redstone Energy Cell. Мне нужен, во-первых, кстати, электру. И делается эта штука при помощи Harden Glass. Мне нужен LED и Ploverized Obsidian. Кстати, Ploverized Obsidian у меня, кажется, где-то был. По-моему, я его получал из Scrubbox. Только где его искать? А, вот он, Obsidian даст. Так, 64, да, наверное, давайте сделаем весь, что ли. Его всём больше одевать некуда. Так, и мой свинец, это стил. А куда я, простите, делал свинец? А, я знаю, он у меня лежит там же. В сундучке под моим plumberizer. Вот здесь он должен быть. Да, 32 штуки у нас с вами получилось. Я, собственно, за кадром себе это сделал. Ну, как сделал, я обменял золото. Там был стек золота на вот это вот добро. Понеслось стёкло наше. Кроме того, нам с вами нужен будет Liquid Transposer и еще один Magma Crucible. Liquid Transposer делается вот таким вот образом, а Magma Crucible Magma Crucible делается вот таким вот образом. Понятно. Сделаю за кадром и вернусь. И Liquid Transposer. Готово, давайте подключать. Собственно, в первом мы с вами будем плавить Redstone и передавать его во второй, из которого у нас будет наполняться наша ячейка. Я их, наверное, поставлю вертикально. Magma Crucible у нас будет стоять вот здесь. Liquid Transposer будет стоять вот здесь. Magma Crucible будет выдавать свою жидкость вниз. А Liquid Transposer будет принимать жидкость сверху. И, собственно, все. Ты без конфигурации, у тебя все замечательно. Вот теперь-то наши двигатели разгуляются. Наверное, они сейчас будут работать все. Я тут все-таки пока еще потихоньку подкармливаю наш ферментер из остатков. Ну, собственно, нужно же их тоже куда-то девать. Биомасса растет потихоньку. Так, мне совершенно точно помню, что нужно будет 40 расплавленных Redstone на то, чтобы залить ячейку. Я думаю, что процесс будет не очень быстрый, поэтому давайте-ка я это сделаю, что называется, заблаговременно. Тут как раз ночь сейчас надо будет пропускать. Я это сейчас запихну в наш Magma, как его там, Crucible, плавь. И все это дело будет сюда вот автоматом попадать. А у нас здесь, тем не менее, получилось уже 42 стекла на тебе еще обсидиановой пыли. 42 стекла это уже неплохо. Redstone Energy Cell. Так, нам очень нужно Электрума сделать. Электрум делается из серебра и золота, насколько я помню, только вот в каких пропорциях. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Электрум даст. Ну как же ты получаешься-то? Да ладно вам, эссоратор. Ну вы что? Tiny pile of silver, tiny pile of gold. О, gold и silver. Получаем два Электрума. Так, в плане silver, как вы помните, у меня все не очень хорошо. Но я думаю, штучек 8-то я себе могу позволить. Собственно, кстати, silver у нас получился как побочный продукт при переработке свинца. Поэтому сейчас у нас на 1 больше, чем было раньше. Silver, silver, silver. 9. Ну ладно, 1 пусть будет здесь. Так, мне-то надо дело, соответственно, каким-то образом перемолоть. Можно было бы поставить мастератор, но у меня сейчас pulverizer ведь ничем не занят. И я даже... Нет, успел. Ему сделать конфигурацию. Давай. У нас в итоге с вами получится 16 Электрума, если мне память не изменяет. В принципе, нам этого должно хватить на 1 ячейку. Потому что здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нам хватит даже с вами на 2 ячейки, но нам столько, правда, не надо. Потому что я думаю, что я сделаю 1 ячейку и, возможно, сделаю себе все-таки несколько проводов. Посмотрим. Энергия падает. Да вы что? Мои 6 двигателей перестали справляться. Как же так? Чем же я так нагрузил систему? Хотя есть ощущение, что вот этим. Потому что кушает он очень немало. Учередно, что у меня их к тому же двое. А, induction smelter тут работает. Ну, в общем, да, понятно. У меня почти все работает. Давай, давай, маленький. 6, 7, ну, еще одну. Ай, спасибо. Теперь мы это дело перемешаем. И получим Electrum Dust. Этот Electrum Dust надо точно так же, как и Invar, соответственно, зажарить. Пойдемте жарить. И вернусь. О-хо-хо, YouTube мы с вами записали уже 40 минут. Извините, я не могу дольше растягивать серию, поэтому ячейку мы с вами будем делать уже в следующей серии. Ну, а при всем при этом, с вами был Зигзехадж. Я надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч. Счастливо!